В начале программы сюжет наших журналистов на эту тему. Внимание на экран. Смерть не посылает предостережения или вести о своем прибытии. Она приходит внезапно в соответствии с отведенным для этого временем. Страх смерти – самый большой страх в жизни человека. Говорят даже, что он – причина всех остальных страхов. Разлука с семьей, друзьями, потеря богатства или привилегий тревожит человека. Смерть отнимает все это, причем полностью и окончательно. Человек может бороться с другими своими страхами и бедами, способен избежать многих опасностей. Но он не имеет ни малейшей возможности противостоять смерти или убежать от нее. Другие уверяют – бояться смерти не стоит. Нет, не надо думать об этом. Надо жить. Пока смерть у других людей была, у родных и все остальное, я задумываюсь, конечно. Но не так сильно. Смерти бояться не нужно. Ей нужно только опасаться. Каждый человек в своей жизни об этом задумывается. Даже в любом возрасте. Это нормально. Страх смерти играет огромную роль в формировании личности. Он преследует нас, как ничто другое, постоянно напоминая о себе самыми различными способами. Он притаился на краю сознания, и чтобы изолироваться от него, мы создаем прочные психологические защиты, формирующие наш характер и поведение. И если физически смерть разрушает нас, то сама идея смерти спасает. Она увеличивает удовольствие от проживания собственной жизни. Так что осознание человеком своей смертности не приговор, обрекающий на пожизненный ужас, а стимул к переходу к другому качеству существования. Так нужно ли бояться смерти? Спасибо нашим журналистам. С вами так шоу. Слово за слово, в котором право говорить имеет каждый. Мы говорим сегодня о смерти. Первое слово хочу предоставить нашему главному герою. Такая тема, знаете, очень такая, ну тяжелая, очень тяжелая тема. Я когда готовился к этой программе, я так, знаете, начал философствовать сам с собой. Я вообще не философ, я не люблю это, у меня нет на это времени. Но тут я прямо долго сидел и очень долго думал. Я вспоминал, что есть какие-то древние племена, которые были. Когда человек умирал, они ему говорили, счастливое путешествие. Всегда, во все времена, у всех было вот это ощущение и вот та вера того, что, а вот там есть дальше что-то. Я думаю, почему так? Вот почему бы я боялся смерти? Я и всегда ее боялся, но почему-то никогда не отвечал себе на этот вопрос. Вот я себе ответил. Потому что я не могу понять, вот как мое сознание, я вот вижу, слышу, говорю, присутствую. И раз меня не станет. Я думаю, что у большинства людей возникает такое же чувство вот этого самосознания, когда вот ты все это понимаешь, и раз, и тебя нету. И как? И откуда ты будешь видеть? Из могилы или с неба? Ну ты же как-то должен увидеть все это, там услышать это. Ниоткуда не будешь видеть, будешь лежать куском тухлого мяса. И это страшно, и поэтому мы говорим, да нет же, есть вечная жизнь, есть вечная... Вы знаете, так страшно об этом говорить, что да, куском-то мяса, и все будем червями съедены. Но нет. Хочется все равно, знаете, вот верить, что где-то там что-то есть, что заставит нас сюда еще вернуться, посмотреть на своих детей и внуков. Я боюсь смерти, потому что я больше боюсь того, что там ничего не будет на том свете больше. И на этом закончится вот эта моя земная жизнь здесь. А ты веришь в бессмертию души? Вы знаете, я думаю, что когда мне будет 80 лет, и я пойму, что скоро-то я кони уже двину. Ибо все начнет свое угодно. Я обращусь к религии, почему же? Я приду в церковь, наверное, тогда уже, и буду уверовать в то, что вечная жизнь есть, потому что тогда уже жизнь подходит к концу. Ага, петух клюнул, извините, знаете все дальше, как все это было. И поэтому я прихожу в церковь, чтобы поверить. Я помолюсь, и мне Бог даст вечную жизнь. Нет, просто в данном случае этот вопрос не такой простой, как кажется. Потому что бояться смерти, не бояться смерти. Потому что если бояться смерти, это значит, что человек боится смерти, потому что он не верит в бессмертие. А чего его бояться, если дальше будет все только замечательно? Значит, тогда нужно прожить вот эту жизнь, и смерть это будет точкой. Я понимаю так, боятся смерти те, кто видит в ней точку, а не многоточие. Абсолютно верно. Причем я еще хочу очень важную вещь сказать. То, что я осознаю, что я когда-то умру, это мне поможет и даст шикарный стимул прожить очень достойную жизнь. Ведь я пойму, да, у меня там будет высший суд. И меня потом будут судить там, на том свете, за то, как я проживу здесь. То есть это нам дает колоссальную возможность проживать эту жизнь не вот так вот, знаете как, а бы как, а очень ответственно, очень самосознательно. Я знаю, что я умру, и мне нужно максимально сделать добра на земле. Вот это очень важно. Спасибо, Агадьян Солнцев. Прошу вас, Ларита. Тот, кто не исполняет свой долг, кто живет безответственно, кто живет за счет других. Скажите, а вы свой долг исполняете, вот вы сейчас забируете нас, как сектант какой-то. Почему вы так одеты? Понимаешь, что с моей стороны вопрос не корень. Ну подожди, Гагерин. Ну да, нормально. Минуточку, а почему ты так одет? Ну подожди, ну дай сказать человеку. Ну мне интересно. Ну не надо такое шоу создавать объемы. Да и человеку исполняет, зачем? Я не говорю, что я... Как жить атеистом, отец Сергий? Как жить атеистом? Ну я был атеистом до 18 лет. До 18 лет все были атеисты? Мне это, ну не все, скажем так. Знаете, вот мои... Мне сейчас вот ужасно жалко те годы, которые я прожил в атеизме. И это просто время потерянное. И было очень тяжело. Потому что, хотя я делал, что хотел, как я думал. А на самом деле я... Абсолютно хиппи был все-таки. Была свобода действий. Хочешь, занимайся сексом. Хочешь, пей. Хочешь, кури. А потом, когда становишься старым и понимаешь, что смерть близко. Раз, и вроде как бы надо отмаливать. Слушайте, а мне кажется, что это вот такая странная условность. Вот есть какая-то жидкость с градусами, да? Которую в себя человек наливает. И это, ой, грех, да? Какие-то... Какой-то табачок там покурили, да? Это очень примитивное представление греха. Грех то, что тебя реально убивает вот сейчас. Ты был радостен, весел, полноценен. И вдруг вот что-то такое случается, что ты думаешь, что лучше должно стать, а становится хуже. Какая-то часть жизни твоей как-то вот она исчезает. А то после греха всегда будет уныние, всегда будет тоска. Когда человек делает много грехов, это очень унылое такое, несчастное существо. А что мне будет на том свете, за то, что я курил, пил и занимался сексом? Ну вот по иному вопросу. Ну ты будешь в таком виде ходить. Гореть буду в аду или как вот, что это, как это все происходит там? Что такое высший суд, как это все, вот я трибунал, что это, как это? Знаешь, я думаю, что ты как раз в течение жизни поймешь, что, ну, курить вредно для здоровья, поэтому... То есть к высшему суду это мало отношений имеет? И к греху тоже, правильно? Ну поскольку, поскольку. Пить можно в умеренных количествах. Как русский человек, рюмочку, водички. А заниматься сексом нужно иметь семью, и, пожалуйста, рожать детей в семье. Можно мне тоже вмешать. Извините, просто есть такая книга Райанда Моуди, «Известная жизнь после жизни». И исследования показали, что на самом деле люди, пережившие клиническую смерть, видели практически одну и ту же картину. Это белый коридор, это яркий, светящийся, всеобъемлющий любовью свет. Мы обязательно поговорим. Просто, Гоген, вот ты задал вопрос, что мне будет? Я пью, курю, занимаюсь сексом. Придет время, когда ты встанешь перед судом. Но это не будут, суди человеческие, да? Это не будет такое понятие, вот что будут вселить судей, будут тебя судить. Так не будет. Все твои плюсы, и все твои минусы, все твои поступки, все твои недостатки, все твои достоинства, и все твои положительные качи. Я буду читать эту книжку, послушай, и потом я читал, что, почему они видят коридор. Подожди, Гоген, подожди. Потому что у них последнее, что отмеряет, это мозг. И поэтому... Это тоже известная точка зрения. Гипоксия происходит, и там, да, Даша. Тем не менее, гипоксия, не гипоксия, есть определенные параметры, которые не доказаны наукой, между прочим. На самом деле, да. Это так, да. Даже ученые и врачи могут сомневаться, насколько это действительно так. Почему тогда гипоксия у всех, что ли? Все бывает по-разному. Есть и ряд индивидуальных иммунных особенностей у каждого человека. Я вообще считаю, что вопросы о том... Что будет конкретно после смерти? Просто можно задать вопрос? Что вы видели? Давайте, давайте, Ларита. Ларита Магомедова дважды пережила клинику. Дважды. Фенек. Это регулярно. Просто это не... Это совсем другое. Когда по религиозным соображениям кончают жизнь. Вот те же самые шахиды, да? Вот они отыгрывались на тех же самых попасах, о которых я не могу не говорить, потому что они живы еще в моем сознании. Когда они туда пришли, мусульмане, потому что решили заселить Новую Гмине мусульманами, да? Они с калашниковыми, с пулеметами расстреливали этих бабуазов. Вы боитесь смерти, я не пойму, или не боитесь? Я так ответ не услышу. Подождите. В общем, рассуждайте, вы сами боитесь. Я пока еще не отвечаю, подождите, и проявить терпение небольшое. Скажите. Ну вот. Нет, но бабуазы на вас сегодня провели впечатление серьезно. Которые с пиками, копиями, больше ничем. Убили примерно 300 тысяч. И прогрессивное человечество слова не сказало в защиту этих несчастных. полу людей. А вот эти самые мусульмане, когда их убивали, они получали большое удовольствие. Потому что они кричали «Аллах Акбар». Им уже ничто не было. Но в данном случае можно вспомнить еще и камикадзе. У нас уходит термон. Камикадзе погибали. Я прошу прощения. Валериан Исаак, прошу вас, вам слово. Вы знаете, я бы самоубийство не разбирал, как хорошее и нехорошее. Самоубийство есть самоубийство, и все. Человек уходит сам из жизни, и он делает этот выбор. Мы чаще всего не будем знать, почему он это сделал. Я не согласен с интерпретацией эвтаназии, что это хорошо. Если человек прибегает к эвтаназии, значит он не имел доступа к квалифицированной медицинской помощи. Потому что можно на сегодняшний день есть абсолютно достаточное количество средств медицинских, физических и так далее, для того, чтобы улучшить качество жизни любого человека. Мы будем в данном случае говорить о больных людей, которые могут дожить достойно до конца свою жизнь. И тогда зачем ему умирать, зачем ему прибегать к эвтаназии? Я не согласен категорически с концепцией эвтаназии, потому что мне кажется, что это в принципе тоже самоубийство. Спасибо. К сожалению, время телемоста подошло к концу. С нами был директор Кишиневского хосписа Ангелус Валериан Исак. Огромное вам спасибо за участие в программе. Всего вам доброго, до свидания. Однако, если уже все-таки попытаться закончить тему самоубийства, когда речь идет о психических заболеваниях, и вы как психиатры должны знать, что вот здесь наука, к сожалению, здесь морфием не ограничишься. Не надо говорить о науке. Вы все почему-то всегда, наука плохая и слабая, да? Так мир устроен, что люди всегда будут не любить врачей и не любить медицину, потому что медицина никогда не будет гарантировать жизнь. Вы сами боитесь? Можно про смерть? Сейчас ответим. И врачи всегда требуют от пациентов, не кури там, не пей, не безобразие. И сами курят, пьют и безобразие. Вот, я не знаю, кто курит, я не курю. Пьете? Вот, значит, поэтому требовать от медицины того, что ей не под силу, и незачем совершенно. И говорить о том, что наука слабая, незачем, заткнулись бы, все. Сходом человека из жизни, а в силу своей профессии, к сожалению, у меня бывает это очень часто, такие души, мы их называем непрекаянными, не мучаются. Такой человек не может найти покоя в своем внутреннем... А почему таким грехом считается самоубийство? Здесь нет некой божьей ревности. Есть понятие такое, что... Потому что человек решил распорядиться тем, чем только Бог власть... Смерть это предначертанное событие, как и рождение. Изменить то, как вы должны погибнуть, вы не можете ни при каких обстоятельствах. Если вам дано погибнуть в автокатастрофе, вы попадете в автокатастрофу. И пичат людей на самоубийство. Если вам предначертано погибнуть от онкологии, вы погибнете от онкологии совершенно 100%. Я вам скажу о своей практике. Приходят люди, говорят, Даша, вот что меня ожидает? Я говорю, понимаете, плохо будет, нельзя вам выходить в этот день. Опасно для жизни, не выходите вы в этот день из дома. Нет, вот буквально в тапочках из дома передать бумажку, человек выходит и умирает. Понимаете, не слушают люди. Есть такое понятие... Внезапно смертно. Все люди смертные. Проблема не в самом деле смертная. В Библии по этому поводу вообще сказано, что дня этого и часа никто вообще не знает. И каждому это предначертано в свое время. Но если вы берете и нарушаете этот принцип, который не вами определен, то вы наказываете себя и своими. Спасибо, Даша Миронова. Владимир Вишневский. Сейчас, Малой, секунду. Да, 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 Ларита, Ларита. Ну, да, мы, конечно, пропустим. Я хотела сказать, что за полгода до того, как я разбилась, я каждый день плакала. И все время у меня слово интуиция. Интуиция. Интуития к смерти, не обязательно суицид. Но я плакала. И я все время говорила, меня в этом году не будет. А голос вот здесь, подкорковый, мне говорил, и Танечки не будет. И Танечка через три месяца погибла в самолете, 138 человек утонули в Адлере. Вы знаете, когда я летела... Вот мы не боимся смерти, я не боялась высоты. Но когда мой разгильдяй, ассистент, сказал ап, а я была без лонжи и завалила трюк специально, чтобы еще поработать, мы на два месяца не работали, ну, неважно. Я когда руку отпустила, сколько я могу висеть вот на таких вот ногтях и на 45 градусов канате. А вы, отпуская руку, понимали, что вы сейчас погибли? Нет, я была на лонжи. Я уверена, я спросила, Юра, я готова? Он говорит, готова. А у меня нет лонжи, карабин не застегнут. А Магомед сзади стоит с блэнсом. И вот, а внизу имели кио, люки, но они открыты. Ну, это их секрет были. Они открыты. Скажи, я послушал весь разговор вот этот вот. Ничего, честно говоря, не вынес для себя, кроме вот одного, что как только я начну задумываться в этой жизни о смерти, значит, я пойму, что я бездельничать стал. То есть, когда есть время об этом думать, ну, наверное, скучно жить, нужно чем-то себя занять, чтобы об этом совершенно не думать и отгонять своего... Спасибо, Гоген Солнцев. А я для себя всё-таки сделал вывод, знаете, какой? Достаточно неожиданный. Я понял, что... Да, я понял, что... Он не бездельный. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»